Здравствуйте! Программа в телевизоре вновь готова знакомить вас с любопытными историями об интересных людях. Теперь мы не только принимаем гостей здесь, в студии, но и сами ходим в гости. Не так давно моя коллега Татьяна Маликова погостить отправилась в далекую Бурятию, к самому президенту. Кстати, старому знакомому, вы тоже его знаете, Вячеслав Наговицын, бывший заместитель губернатора Томской области. О том, как освоился новый президент на новом месте, о делах государственных и сердечных в нашей истории, специально для вас. Таким вы его еще не видели. Один из номеров гостиницы ГСР теперь вполне может носить статус президентских апартаментов. Ведь именно здесь, в первые месяцы после вступления в новую должность, Вячеслав Наговицын мог позволить себе ненадолго забыть о делах государственной важности и просто погладить себе брюки. Парогенераторный утюг стал его первой покупкой в Улан-Удэ. Пока его семья готовится к переезду в столицу Бурятии, он сам в ответе за то, как выглядит. А положение обязывает выглядеть безупречно. Ведь президентский дресс-код не терпит экспромтов. Один раз я ехал на серьезное совещание в Москву и оставил в аэропорту пакет с костюмом и вылетел в Москву без него. Я умудрился за час в магазине одеться и в холодном поту, правда, носился, оделся и пришел. Точно так же получилось, когда я выехал отсюда на совещание в Сибирский федеральный округ и вдруг обнаружил, что у меня в пакете нет галстука. Ну как же так? Ну все губернаторы собираются и прочее, и я приду без галстука. Это вот для меня как бы неуважение вот этого собрания. Впрочем, среди коллег за Вячеславом Наговицыным давно закрепился имидж не столько дэнди, сколько рабочей лошадки. Именно так, кстати, при первом знакомстве и представил его народному хуралу сибирский полпред Анатолий Квашнин. У Наговицына действительно с работой всегда складывались особые отношения. Он никогда не жалел на нее ни времени, ни сил и называл не иначе, как любимая. Но остав президентом, он заметил, что и у любимой могут быть недостатки. Я почти себе не принадлежу сейчас. Я понимаю слова Виктора Мельхиорыча, когда он говорит, ты еще не все до конца понял. Он прав оказался, абсолютно верно. Будучи первым заместителем, я все-таки оставался при этом обычным гражданином. Став президентом, я уже не принадлежу себе, я уже не обычный гражданин. Не обычный гражданин Бурятии, то есть ее президент, среди прочих своих обязанностей, согласно Конституции Республики, должен знать бурятский язык. Но Вячеслав Владимирович исполнение этого долга решил оставить на потом. Я обязательно буду знать бурятский язык, но в жизни всегда надо выбирать приоритеты. Я, конечно, мог бы сейчас удариться в изучение бурятского языка, но я понимаю, что это сегодня не самое важное для Республики. Сегодня он приезжает на свое рабочее место, как и положено президенту, на машине со спецсигналом и в сопровождении охраны. Его время расписано по минутам. Его аудиенции терпеливо ожидают министры и депутаты. От его решений зависит, чему быть, а чего может и не быть в Республике Бурятия. Его подпись теперь, как запятая во фразе «казнить нельзя помиловать». А ведь еще полгода назад новость о том, что Вячеслав Наговицын станет президентом Бурятии, была столь неожиданна, что вызвала массу пересудов. Здесь ждали своего бурятского президента, поэтому Наговицына восприняли как варяга и чужака. Но это вовсе не помешало ему уверенно войти в новую для себя жизнь и установить там свои порядки. Должен один человек, который принимает окончательное решение. Даже в случае, если все говорят, надо идти направо, а он абсолютно убежден, что налево, и при этом он несет ответственность, надо идти налево. Как и положено президенту, он взял ответственность на себя и решил – изменить структуру правительства и сократить численность аппарата, устроить бум дорожного строительства и ввести в Бурятию новую систему оплаты труда, принять новую программу развития республики и внести изменения в ее конституцию. Незадача только вышла с его заявлением о возможной приватизации земель вокруг Байкала. Это вызвало такой резонанс, что о Наговицыне узнала вся Россия. Впрочем, скандал быстро утих. Оказалось, речь шла вовсе не о продаже, а о долгосрочной аренде. Надо заметить, что эта способность удивлять окружающих непредсказуемостью своих решений была свойственна Наговицыну еще в юности. Я занимался спортом, я занимался спортивной гимнастикой. У меня неплохо получалось, но в девятом классе я прихожу домой и заявляю родителям о том, что я бросаю гимнастику. Ну и там паника, тренер приходит, как так? Я и тренеру заявил, у него такие выдающиеся показатели, вот ему надо, мы там на чемпионат поедем, мы выиграем и так далее. И все меня вот прессуют, даже и директор школы, да как же так, вот чуть ли тут не флагман наш был и прочее. Я им объясню, я не собираюсь тренером быть, я собираюсь быть инженером. А для того, чтобы быть инженером, мне нужно подготовиться к вступлению в вузу. А гимнастика мне мешает заниматься. После окончания школы он один с 30 рублями в кармане отправляется из города Новои в далекую Сибирь. Приехав в Томск, вуз выбирает случайно. Просто маршрут его автобуса проходил мимо главного корпуса политехнического института. Затем было поступление на машиностроительный факультет, новые друзья и новые романтические знакомства. Идет такая большая толпа студентов. Ну и вот как-то вот я, может, по знаку стрелец, ну я такой думаю, не знаю, то ли стрелочку какую-то пустила, вот, потому что было потом ответное, как бы, да. Ну и вот как-то вот, не знаю, вот именно вот взглядом все вот, среди вот как бы потока этого. Вот увидела, как-то сразу вот, думаю, такой симпатичный парень, такой он же занимался спортом, гимнастикой, такая фигура. Спустя некоторое время эта стрелочка, пущенная миловидной студенткой, достигла его сердца. Она до сих пор помнит тот день, 8 ноября 73-го года, когда он впервые пригласил ее на танец. Эта дата, как и дата свадьбы, в их семейном календаре по сей день считается достойной того, чтобы ее отметить. Честно говоря, в их совместной жизни, счастливых дней, тех, о которых стоит вспоминать всю жизнь, было немало. Вот у меня даже хранятся, вот остались письма, вот есть даже вот записки, вот при рождении детей, то есть какие слова, какие там, ну прям вообще такие восторги, такие слова любви. Нусичек, ты мой, ты самая любимая, самая хорошая. У меня даже нет слов выразить свое счастье и любовь к тебе. Очень хочется увидеть своего малютку. Это когда родился сыночек. Рождение двух сыновей и дочки – это, пожалуй, одни из самых эмоциональных и самых дорогих моментов жизни Вячеслава Наговицына. В год, когда ждали появления на свет младшего ребенка, он поступил в Московскую академию народного хозяйства, но тут же перевелся на заочное отделение, чтобы быть рядом с женой. Впрочем, понятие «рядом» здесь весьма условно. Чем выше он поднимался по карьерной лестнице, тем реже бывал дома и тем меньше претендовал на первые роли в семье. Я всегда детям говорю, что у нас старшая дома мама. Потому что, ну как, ну, если она по дому на самом деле старшая, она все знает, где что лежит, где что нужно сделать. Я подчиняюсь дома беспрекословно. Сказано – лежать. Лежу. Сказано – иди, иди, езди, еду, езди. Иногда приятно быть таким подчиненным, который беспрекословно подчиняется. Подобную сговорчивость Вячеслав Наговицын проявляет крайне редко и только дома. Поэтому, когда в Томске узнали, что первый заместитель губернатора станет президентом Бурятии, кто-то за него порадовался искренне, а кто-то порадовался лишь тому, что он уезжает из города. Кому-то я мешал в продвижении по службе, кому-то я мешал устроить какие-то личные свои дела за счет бюджетных средств. Даже если я этих людей очень хорошо знаю, я никогда бы им не дал свое согласие на то, чтобы они использовали бюджетные деньги. Понятно, что от этого друзей не прибавляется. Теряешь иногда даже друзей. Этот город многому его научил. Он проверял его на прочность победами и поражениями, властью, деньгами, людьми и обстоятельствами. Проститься с Томском, где прошли 30 весьма успешных лет жизни, оказалось для Наговицына непросто. Признаюсь, что когда проводы были, я тут жену попросил какие-то там таблеточки антигистаминные, для того, чтобы успокоительные, чтобы не растрогаться. Это все-таки сентиментальность проявления некой слабости, но не всем надо знать о том, что она есть. Принимал ли таблетки от сентиментальности Вячеслав Владимирович перед встречей с нами, неизвестно. Но на нашу просьбу ненадолго вернуться в прошлое и в последний раз открыть дверь своего бывшего кабинета, он отреагировал без лишних сантиментов. Ключ не сменили, табличку пропускали сменить. Радует, радует, что жизнь продолжается. Своему преемнику Вячеслав Наговицын оставил в наследство не только кабинет, дела и обязанности, но и дорогие его сердцу предметы. Один из них – калькулятор, который пережил с ним не один финансовый год. Наиболее истертые кнопки должны быть у хорошего руководителя – это плюс и умножить. Он должен прибавлять и приумножать, делить и отнимать, найдутся и без него кому. Наговицын хорошо умеет не только прибавлять и приумножать, но и договариваться. За годы работы в администрации за ним закрепила и слава человека, профессионально разводящего конфликты. Меня губернатор когда пригласил на работу только, и я пришел работать, там очень большие проблемы были вот здесь, вот в Катайге. Там как раз развалился леспромхоз, и вплоть до того, что меня предупреждали, туда без взвода автоматчиков просто нечего делать, власть разорвут там, потому что люди, на самом деле, сложно было, люди голодали даже. Это было его первое боевое крещение как заместителя губернатора. Тогда он справился с ситуацией, не прибегая к помощи спецназа. Затем был город Стрижевой, который одно время хотел отделиться от Томской области. Потом бизнес-войны попередил у собственности на Томскнефте и ТНХК. Короче, у меня вся жизнь была такая, я вот как пожарная машина. Там, где было совсем уже плохо, там работал Наговицын. Может быть, и как бы шлейф Наговицына связывает иногда, там, где плохо, там Наговицына. Но потом-то становится хорошо, везде все выглаживается, вся ситуация. Теперь выглаживать ситуацию он отправился в Бурятию. В тот день, когда мы встретились с Вячеславом Наговицыным в Томске, уже были известны результаты голосования народного хурала. До его инаугурации оставалось две недели. Этот день потребовал от него особой эмоциональной выдержки. Но он точно знал, что в этом зале, среди пока еще не очень знакомых ему людей, есть надежная группа поддержки. Это семья Наговицыных в полном составе. Я вообще не наставил, чтобы приезжал кто-либо сюда. Это как бы их семейное решение, они сами решили. У меня как бы один сын в Новосибирске работает и живет, другой работает там, в Перми находится, ему оттуда надо было выбираться. Значит, двое внуков, один совсем маленький тоже. Ну, то есть проблемы там с разных городов и с разных субъектов надо было собраться всем. Ну, вот они умудрились, собрались, сделали для меня такой вот подарок. Ну, наверное, это правильно, потому что и население на месте правильно отреагировало. И когда увидели всю семью и поддержку такую мощную. Последние годы все Наговицыны неукоснительно придерживались одного правила. Будни для работы, а выходные для семьи. Занятость отца научил их особо ценить то время, которое им удавалось проводить вместе. Сегодня этой традиции все труднее придерживаться. Ванечка, а вот мы здесь все собрались, да? А кого у нас нету, деды, да? А деда где у нас сейчас? У деда. Дедушка Наговицын мало чем отличается от других дедушек. Рядом с любимыми внуками абсолютно теряет силу воли. Поэтому Аня и Ваня позволено делать с ним все, что их душе угодно. На нем висеть, вот, тискать, сидеть на нем. Он-ка тебя за что-нибудь ругал, вот ему что не нравится, когда ты делаешь? Он еще ни разу меня не ругал. Когда Аня и Ваня подрастут, они поймут, что главное достоинство дедушки вовсе не в том, что он не ругается. Ведь Вячеслав Владимирович не только внуков, но и своих детей воспитывал, не повышая лишний раз голос. Но, как правило, к этому голосу было трудно не прислушаться. Если провинился где-то что-то, он, можно сказать, никогда не наказывал там как-то ремнем. Просто мог так сказать, что подумаешь о жизненной позиции и не будешь больше так делать. Я занимался спортом довольно-таки так серьезно, хоккеем с шайбой здесь. И в прекрасный момент состоялась беседа у нас с отцом, когда я хотел продолжать спортивную карьеру. Он сказал, как-то сел мы с ним вдвоем сели, и он сказал, давай договоримся, скажем, поставим точки над «и». Ты хочешь развиваться в спорте, то есть ты хочешь добиться в спорте, стать тренером, стать хорошим игроком. Или ты хочешь получить какие-то знания и быть руководителем. После этого меня потянуло получать новые и новые знания, потому что в современной России нужно постоянно не стать на месте, а развиваться. Чему был пример постоянно отец. Задолго до этого разговора, когда самому Вячеславу Наговицыну было всего 10 лет, в сочинении на тему «Кем ты хочешь стать» он написал, что станет директором завода. Написал и забыл. А вспомнил о своей детской мечте лишь тогда, когда она осуществилась. И его мама Анна Харламовна прислала своему сыну, тогда генеральному директору завода, это школьное сочинение. С тех пор Наговицын абсолютно уверен в том, что человек может запрограммировать себя на успех. Плох тот солдат, который не мечтает быть генералом, равно как и человек, который не ставит перед собой каких-то амбициозных задач. Я считаю, что это неправильно. Это сразу же человек себя как бы крест ставит на начальной стадии и говорит, что вот я могу быть там, допустим, только вот учителем и все. А почему не академиком? Я вот даже дочери своей, воспитывая дочь, я ей говорю, ну вот кем ты хочешь быть? Ну вот хочу быть там художником или дизайнером. Я говорю, слава, слава, слава ставишь. Даже когда я думаю, когда вырасту, я всегда буду вспоминать этот разговор, потому что это был такой серьезный разговор. Я как бы чувствовала, что вот папа вот очень хочет, чтобы я сама определилась в этой жизни. То есть чтобы без какой-то там помощи, да, там очень, чтобы вот на тебе, что ты хочешь и делай этим, занимайся, чтобы я сама именно знала, к чему стремиться. Наговицыны в шутку называют себя родом кочевников. Никто из них не оставался жить там, где родился. Сыновья, которые недавно сменили томскую прописку на Новосибирскую и Кировскую, утверждают, что их отъезд – это продолжение семейной традиции. Ведь в свое время родители Вячеслава Наговицына тоже уехали из родного Глазова в Узбекистан, чтобы построить в пустыне новый город Наваи. В свою очередь Нина Владимировна – дочь профессионального военного, который не однажды менял место службы. Кстати, для нее новое назначение мужа, иначе как иронии судьбы не назовешь. Ведь Улан-Удэ – это город ее детства, с которым связано семь счастливых лет ее жизни. Она давно мечтала вновь съездить на Байкал, но уж никак не предполагала, что вернется туда в качестве первой леди Бурятии. Уже предлагают заниматься общественной работой, так что думаю, буду рядом и буду жить проблемами тоже в Бурятии, помогать. Потому что очень хочется, чтобы край этот поднялся, чтобы люди там жили хорошо. Считается, что Байкал обладает мистической притягательностью. Кто побывал здесь однажды, непременно возвращается сюда вновь. Эти места славились с особой энергетикой еще со времен Чингисхана и носили статус «священной земли предков». Создание на берегу этого уникального озера особой туристической зоны, курорта мирового уровня – это проект, на который Вячеслав Наговицын делает особую ставку. Лично объехав всю прибрежную зону, он долго недоумевал, почему самые живописные места находятся на территории Бурятии, а весь мир ассоциирует Байкал с Иркутской областью. Для того, чтобы мир не только узнал о красотах Бурятии, но и не жалел денег на то, чтобы на них посмотреть, новый президент намерен построить здесь современные отели, горнолыжные курорты и центры тибетской медицины. Последние могут стать еще одним центром притяжения для туристов со всего мира, ведь Бурятия уже на протяжении нескольких веков считается центром буддизма в России, и игнорировать эти традиции было бы по меньшей мере глупо. К тому же новый глава республики уже успел лично убедиться в результативности древних методик МЧЛАМ. Первую неделю я отработал, здесь стояла страшная жира, я работал при включенном кондиционере круглые сутки и заработал впервые в жизни себе, хондроз заработал. Отправили на ядерно-магнитный томограф, дорогостоящая такая процедура для того, чтобы проверить. Я как раз только его прошел, но там нужно было время, 4 часа, они попросили для того, чтобы обработать снимки и после этого сделать заключение. А в это же время меня сразу же повезли в центр восточной медицины. И там подошел врач, просто вот этим пальцем провел по позвоночнику и сказал, между четвертым и пятым позвонком остеохондроз у вас. И сразу же прописывает лечение. Через 3 часа привезли заключение, между четвертым и пятым позвонком остеохондроз надо лечить. Поэтому вот хотите верьте, хотите верьте. Став президентом Национальной Республики, Вячеслав Наговицын потратил немало времени, чтобы разобраться не только с экономикой, но и познакомиться с традициями и культурой Бурятии. Теперь он знает, что ГСР – это герой национального эпоса, и что, согласно легенде, буряты произошли от матери-лебеди. Что национальное блюдо правильно называть не позы, а бузы. А наступление Нового Года здесь принято встречать дважды по Григорианскому и Восточному календарю. Знает он теперь и то, что в Бурятии верят не только в Христа и Буду, но и в духов предков и силу шаманов. Когда Наговицын впервые собирался отправиться на вертолете в один из дальних районов республики, его полушутя предупредили – надо бы задобрить духов местности. Тогда он проигнорировал это предложение и через некоторое время вынужден был вернуться обратно. Резко ухудшилась погода. Совпадение? Может быть. Но если к национальным суевериям он может позволить себе относиться несерьезно, то к национальным видам спорта президент обязан проникнуться особым пиететом. Борьба для бурят – это все. Они, мне кажется, готовы все бросить, если идет состязание, идти и присутствовать. У меня сделано предложение. Сейчас я советуюсь со своими коллегами. Мне надо понять, насколько это правильный будет шаг, то есть стать президентом Федерации по борьбе. Поскольку это самый популярный раскрученный вид спорта, есть одна проблема. На последних двух состязаниях мы проиграли монголам. Поэтому у нас национальная гордость в нас вскипает, и мы как бы хотим ответить. Поэтому есть желание позаниматься, возглавить эту федерацию, помочь немножко. И поскольку это наш национальный вид спорта, мы должны быть победителем в нем. Теперь слово «победить» – одно из главных в жизни Наговицына. Ведь сегодня он сам является главным героем поединка, за исходом которого следит вся Бурятия. Он должен доказать республике, что стал ее президентом вполне заслуженно. Теперь о Бурятии и Томичи знают гораздо больше. Последнее время в томских газетах, в томских изданиях информация об этой республике стала весьма популярной. Все-таки наш человек в президентах. Ну а в следующем выпуске нашей программы мы познакомим вас с историями о томском художнике Фомини, о выдающемся басе современности Паати Бурчуладзе, о питерских лицедеях, а также философствующем столичном продюсере Барри Алибасове. В общем, нам есть о ком вам рассказать. Мы обязательно увидимся с вами снова на следующей неделе. Пока!